здравствуйте зрители с вами портал f1 сайт 2012 года сегодня мы транслируем гран-при великая британина девятый этап чемпионата нашего чемпионата итак начнем мы со стартовой решетки первым стартует дебютант иван игруев на скуту и феррари тарелых пешков третьем беде чемпионат евгений гонка четвертом вадим время пятом сергей бондарчук шестым андрей стасюкевич андрей вина куб и восьмым роман и зудов все готово к старту квалификация прошла очень интересный было очень много баллы между тем не по крайней мере пилотами это и куров пешков и и курика никому как не странно прыгал квалификацию но сейчас все готовы к старту грамм при девятого чемпионата мира и говорим немного позже мы по квалификации итак все готово к старту и старт грамм при грамм при великобритании 2019 года авто контакты гений гонки вадим срезает поворот на ничего из этого него и крутить там жесткая жесткая ошибка страны на садеса за киев флой и ваннегур в прошу прощения лидер тайм пешку в третьем в один время четвертым евгений горинка пятым роман и зудов шестым андрей стасюкевич седьмым сеге седьмой стасюкевич андрей вина куб и шестой прошу прощения да все мы у нас на грамм при нету двух кратерях римов один из которых его дискомфицирован свое приеме на грамм при европы если кто смотрит констатства видео как-то поступал можно сказать за кирю максим прокош нет так как он снялся чемпионат не хватает времени а вот мы видим большая живка его ангурова и тут же пылку и приблизился к нему не странно поехал очень быстро здесь сейчас может быть будет обгон нет но тут ошибается ошибается и там садик также так и страну же евгений в четвером они борются уже в четвером борются они или пешков в три прошел ивана Егорова вадим время сдержу пока евгений спотом от сбору между лидером чемпионатом и дебютантом и ух тут был контакт был контакт между форс индии сзади смотри сзади уже подъехал вторая форс индия роман резутов и впереди также борьба очень интересно у нас получился и первые круги пока Егоров сейчас будет атаковать пешкова а евгений будет атаковать вадим и в свою очередь роман роман резутов будет атаковать евгений так как он сейчас приблизится скорее всего да просто в объятиях лидер чемпионата у которого 190 ячка который выиграл много не мало 7 гонок из 8 прошедших и был только один раз на втором месте это было гранбуре канады остальные гонки именно он выиграл ну а вот тут мы наблюдаем борьбу между Иваном Егоровым и Игорем Пешковым лодус против Феррари да немного нервничает мне кажется Иван сейчас посмотрим на его атаку и ой как закрылся все таки Иван Пешков сейчас же посмотрим также на атаку между да Евгений Егоровым и Евгений Время дебютант из Молдовии и ух вновь был контакт и тут вот он вот он уже роман из зута и ой 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 контакт Евгений Егоровенко невероятный контакт и тут же роман из зута тут же пропускает Евгений Егоровенко вперед и это если честно правильный поступок за счет столкновения, за счет удара он выиграл позицию и естественно он пропустил Евгения но за это время Вадим оторвался от Евгения Егоренко мы тут видим немного ошибся Иван Егоров продолжим насчет квалификации да, было очень интересная квалификация квалификация прошла тут же перед гран-при в Великобритании, было 10 минут именно гонщиком Евгений Егоровенко так и не смог сказать его выехать выйти из минус 35 а вот Иван Гор, который взял пол позиции в минус 34.4 а и Крепешков на 34.7 да, но остальные гоночки очень много проигрывали на 36 было у Вадима у Вадима да, немного мы переключим сейчас назад а вот Иван Древянок уже в боксах они ох, тут жесткий контакт очень интересно, да, была квалификация я продолжу в итоге, да, Иван Горов победил но какой ценой сейчас ээээ как выясняется вот ээээ все-таки как на данный момент, да в онлайн нет такой системы как сменную текстуру резины как минимум факторы этого нету ээээ ээээ Игорь Пешков и Евгений О... оэээ прошу прощения Игорь Пешков и Иван Егоров на софте, дальше Вадим Времер также на софте, Евгений Егоров на харде, Роман Азутов на софте, Андрей Винокуров на харде, Стасик Ильич на софте и Сергей Бондарчук также на софте. А пока вот оказалась у нас дезинформация, как ни странно, выбрал другую, совершенно антарктику нежели, как раньше, да, мы помним, он постоянно выбирал, выбирал жестко, как, блядь, визитный, но сейчас они оба ошиблись тут, немного, немало, да, Игорь немного подпустил к себе, Ивана, который очень быстро, Ох ты, так, ох, туповой курс летает тут, Иван Егоров, С первого года, можешь сказать, это не вина, это, можно сказать, даже вина Игоря Пешкова, хотя посмотрим, я потом разберется после гонки, Насчет команды КТРФ, хотелось бы рассказать, да, немного потеряли дисквалификации в гран-при, в ликбе тренинг у Александра Закирова, плюс еще снялся с чемпионата Иван Егоров, ой, прошу прощения, что он сегодня крутые, Максим Прокошин, так как он, там, занят он чем-то, в общем, снялся он с чемпионата, и команда в итоге потеряла просто гонку, ну, там, садя, ошибка, ошибка Ивана Егорова, а вот Евгений уже, да, на маке, ой, в одни время, и уже прошел, все, он третий, невероятник, садя Роман Изутов, до 8 плотов, пока у нас на данный момент, о, тут, скорее всего, что-то случилось, сзади уже Евгений, сзади его один, который пока, пока вот, да, за малое время, если должен быть, сейчас будет пытаться, будет атаковать Евгений Егорова, Тони Фернандес, который еще не подписал, ни с кем контракт, потому что потеряли, не просто на просто, на грамм-при Великобритании, где у него, кстати, база, где, можно сказать, почти домашняя гонка, в которой я не вернулся, и то, только, с Александром Закириумом, на грамм-при Германии, в Кеттенхайме, через неделю, 20 сентября, но, надеюсь, они найдут нового пилота, наконец, у нас появился, фокс Индия, да, Роман и Вадим, составили компанию, ВиДжей Малья, и пока, Вадим, очень быстро, держится плоди, Евгений, а Роман, едет пока пятым, и это очень хорошо, это очень хорошо для команды фокс Индии, небольших, и палаточки, и вот мы видим, вновь уже Иван Горф догнал Игорь пешку, а вон там на заднем плане, и Евгений, и Егоренко, и Вадим, время, сейчас будет вновь, он будет принимать атаки, к сожалению, вновь сегодня не получил с собой полный состав всех регистрирующих, почему-то нету Александра Кальмульна, который куда-то пропал, перед гонкой точнее, да, если бы он пришел, он бы оторвался от Александра Закировна, а так у него 72 очка будет, то есть он поедет уже в Германию, со вторым местом, он может уже оттуда уехать, на третьем месте, в личном зачете. Для Лотуса, кстати, это домашняя гонка, а вот для Феррари, это принципиальная гонка, можно так сказать. О-о-о, тут Игорь шипится, о-о-о-о-о-ой, и ошибка Игоря Пешкова, в итоге он пропускает Игорь Егорова, невероятно. Все-таки пропустил Игорь Пешков, а не, смотрите, как по внешнему, пытается, намного быстро он, на прямых, а вот Феррари быстро, в поворотах. Сейчас будет контратак, астана Игорь Пешкова, и проходит, проходит Игорь Пешков, супер-супер, барбарин между двумя гонщиками, седьмой круг из 26, уже на 8-ой пошел Игорь Пешков, посмотрим, что будет, софт держит 10 круг, а вот Харькин держит 16 круг, то есть целых 6 кругов запасных, например, у Евгения Игорьенко, и у Андрея Винокруга, посмотрим, как все это будет, в принципе, Евгений едет, между прочим, в темпе, может быть, потому что они борются между собой, да? Но Евгений едет в темпе, на 38,5, у Игоря Пешкова, на 38,2, у Иваны Гукат, контакт, и на 38,5, у Евгения Игоренко, вот так вот, и при этом, Евгений на Харьке, на жестком резине, на жесткой резине, на грампровиде, они выбрали жесткий комплект резины, самый жесткий и, так сказать, средний, да, софт и Харькин, в Германии уже будет софт и медиум, но пока мы смотрим на такую Ивана Егорова, который вновь вот в этих поворотах, где Евгений очень быстро был, как форификация, так и в парфиках, так и в гонках, он уже оборвал Владима, и также пытается сделать это и Иван Егоров, посмотрим, да, мы видим то, что напрямую Иван даже не приближается к Игорю, а вот Игорь, о, закрылся до последнего, закрылся, да, тут все поправил на один раз сместился, после, знаешь, трансы, показался как бы два движения было, вон, небольшие лаги вновь у нас тут, к сожалению, хотя, они маленькие, может какие-нибудь вновь, да, что ж, какой-то неуступчив Игорь, если такая броня, у нас тут будет дальше, кто может получить наказание, вот такую оборону, вот, ох, вновь Иван, и сейчас уже по внешнему радиусу пытается Иван Егоров атаковать, но хватит ли ему скорости, и смотрим, и нет, нет, не хватило ему скорости, тем более в этом повороте очень сложно обгонять, который вернулся в наш чемпионат сегодня, точнее, если бы тот, что четверг 13 числа, к сожалению, смог Евгений Пешков вновь прийти, работа, не позволяет ему ходить на каждой гонке нашего чемпионата, но будем ждать его в Германии, посмотрим, как было бы тут у него складывались бы дела у брата Игорь Пешкова, между прочим, Игорь Пешков, Евгений Пешков, если кто не знает, то это два брата, причем очень быстрых, я бы сказал, они могут навзять борьбу Евгений Егоровенко так же, как и Иван Никуров, но пока я бы не сказал, что с вами тот тоже как бы ну, как бы Мобиль, нет, не могу так сказать, потому что Александр Закеев, Максим Прокоф, Андрей Наков, Арсенок Алимунин, если кто смотрел наши трансляции с первой гонки, то они постепенно приближают к Евгению Егоровенко, между прочим, Евгению все сложнее и сложнее выигрывают, сейчас он едет к третьим, не могу, конечно, приближаться к Ивану Егорову и Игорь Пешкову, но пока я все-таки с каждым гранатом все сложнее и сложнее выигрывать Евгению, Иван немного отстал от Игоря, ой-ой-ой, ошибка была у Ивана Егорова, нет, это не ошибка, это прокол, прокол у Ивана Егорова все-таки прокол, да, новички, наверное, не знают про резину, не трясет, невозможно, дохрылиться, да, Иван уже пропустил Евгения вперед, у него прокол резина, когда резина очень сильно прокалывается прокалывается в нашем чемпионате, в нашем общем-то в моде, Иван Егоров первый раз увидит громкую, поэтому не знаю у него прокол, так же как у Сергея разлюбина при Кейтаре об упаковке, тот уж шел с чемпионата с этого шкала, что резина беспонтовая, и мод ему не понравился чем-то, хотя многие гонщики, те, кто каждый раз приезжают в различные страны, приходят на гонки, они говорят, что на бороться хорошо, мод отличный, некоторые, конечно, есть недостатки, но все-таки мод хороший, физика отличная, и резину надо как-то за резину следить, чтобы не было таких вот проколов, надеюсь, и Иван Егоров тоже не улетит из чемпионата после такого прокола, посмотрим, связает Вадим, кстати, это ему ничего не даже наоборот Роман Азутов приблизился и прошел, Роман Азутов один из первых кто побал в боксах, что же будет нужно, когда Евгений и Игорь уже поедет в боксы, пока уже Игорь пошел на дикцию, который уже сейчас будут его заканчивать, вновь нас не видно на Андрея Иванкова, Маклана, который Маклана, кстати, привел сюда на бинге, и вот тут сразу же Иван Никола сразу же прошел, я ошибся, вынудил его ошибиться, Роман, А нет, прошел, воде очень агрессивно оброняется на пружинах и гонки, очень агрессивно пока он оброняется, пока Е4 хорошо держится, посмотрим, что будет дальше, в дальнейшем, Игорь Пешков уже в боксах, ну это однозначно столб, то есть здесь 11 кругов, но Игорь у нас умеет экономить резюме, так что он 12 кругов заряжает, Евгений пока не еле в боксе, Роман, этот уже третий еще сейчас он будет, нет, вряд ли, вряд на Бонте Игорь Пешкова, ну что, пока третий Евгений вновь вышел в лидере, можно спит и растянулся, но теперь будем смотреть, наблюдать за тактической борьбой между Игорь Пешковом Евгению и Горганом, также мы будем набрать за тактикой других пилотов, о, небольшой лак у нас, провал, ох, опять, провал, провал машин, нет, это просто небольшой лак, Вадим, Иван уже догнал Владимир на Форс Индии, в принципе, Форс Индии только дебютировал, так что у них еще есть время догнать лидеров, я бы не сказал, что они очень милые, влились они, так сказать, коллектив очень быстро, по крайней мере, посмотреть даже на квалификации, когда они проиграли всего лишь на просто секунду лидеру чемпионата, даже один смог определить Андрея Нарку, который уже весь чемпионат едет, а не профессиональности, Андрея наоборот, Андрея немного может не удается ему как-то быстро ехать, если вот, например, вспомнить атаку, атаку Канаду прошу, прощей, когда Андрей мог бороться с собой, но вновь не повезло. Вот он между Иваном и его один. сейчас прошел прошел Иван и тут ошибся Вадим и второй раз в боксах Игорь Кышков может Иван Игоров его впереди тебя не бороться на протяжении первой можно сказать дистанции допить стопа и Иван впереди впереди выезжает Игорь Кышков сейчас вновь нужна и будет барба. Продолжая про Андрея Вина Акурова как раз боялся у него темп наверное потому что началась школа и время не стало даже лично мне как видео чемпионат также не хватает времени на тестирование трассы и так далее даже трансляцию я сейчас как-то в неудобное для себя время транслирую но надеемся что все будет хорошо с Андреем он прибавит в итоге пока он очень один из самых стабильных пилотов в нашем чемпионате и это плюс стабильный залог успеха а вот разворот игра пешковой не нет все-таки вырулил вадим очень жаль был очень посмотреть на тактику пешковая борьба между евгением который кстати еще не был боссом а вот роман изутов босса был босс сам первым на восьмом круге и вот сейчас он едет и третьим конечно сейчас он будет догонять и романа изутова в четвертом вадим время который пока не был босс а нет извиняюсь в боссах он тоже впереди пешков он восьмом не глядил у нас тут все поменялось вот спокойно едет шестым пока иван его тоже просто просто иск восьмом едет стося кирич восьмом бандарчук евгений уже четырнадцать круг начинает и не едет он в бокс вот уже начинает еще немного я не привык к новой стартовой решетке точнее продолжает четырнадцать круг и пока не едет в боксах да это однозначно хард ну в принципе как мы разговаривали вначале а вот например уже был босс андрей наклев уже был бомб и он статал нахраг может быть все-таки выброс софт но по неофициальной информации только два лончика выбрали хард это и евгений ягубенко и александр прошу прощения и андрей винак очень жаль то что максим покушен пакет нашим пятом вадим один из претендентов на чемпионский титул евгений еще не выиграл титул так что его может догнать это не проблематично как математически так и реально максим который прибавлял из гонки в гонку из гонки в гонку он ехал очень быстро быстрее напарника это было это была такая борьба между ним да не можно сказать борься будущее место ведущих команд да кто лучше еще у себя кто лучше в своей команде очень интересно наблюдать лично мне и наверное вам дорогие зрители за борьбой между двумя пилотами то один то другой впереди удачную квалификацию и так далее споры и так далее между напарниками очень было интересно смотреть но к сожалению Максим ушел надеюсь в следующем чемпионате он вернется я лично и все остальные гонщики нашего портала ждут его в следующем сезоне или же в этом если найдется все-таки время вернуться в наш чемпионат в общем посмотрим как все будет вот евгений пока не заезжает в бокс он уже 15 и это есть 26 сегодня я забыл сказать что у нас присутствует safety car так как александр сзакивы исключительно грамп и он выдался быть safety car на судье чемпион судьей гонки так что если мы увидимся на safety car то это будет для нас зрителей очень хорошо а для пилота наверное не очень в общем посмотрим что будет Иван Егоров вновь в боксе все хорошо это проезд это проезд под пиле на 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 наказали все таки его за вот удар пешкова на 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 тринадцатом круге прошу почти наказали в итоге вот это уже Вадим и сзади уже Иван Пешков и пока пока он не может догнать Вадима так же как и не может догнать Андрея Винокуров кто уже вновь едет в гости просто на уже третий раз угол Вадима Секревич пока держится седьмой восьмой уже сошел Бондарчук Сергей Бондарчук уже сошел Вадима в этих коллегиях пока второй ненорм он может как перехитр некоторые гонщиков выброс саш на вторую спятую на вторую позицию это после он сделал один пиздот конечно сейчас он поет в боксе где-то через какой-то 2-3 или может быть 4 но он немного перехит в резко и что он сейчас поет в боксе то может быть вот если вот прицель что он на 8-м сколько поет в боксе то может быть еще ему хватит резины до конца до конца гонки то есть это 10-10-12 расходуется изнашивается харит или софт софт изнашивается если так то конечно ему хватит в принципе это зависит конечно от пилотажа экономия резины и так далее но пока он немного немало перехитрил остальных может быть из-за того что были проблемы и вот ивангуров уже позади их их это Вадима Времер и Игорь Прешкова прошу себя извините если что неправильно говорю фамилию Вадима если что прошу извините не знаю как правильно она звучит Времер или Времере конечно буду знаем в будущем будем говорить правильно но пока вот так вот вот так Игорь Пешков догнал все таки Вадима который сейчас будет жестко обороняться между прочим он доказал это когда обороняться и Ивана Егорова и Евгения Егоренко который кстати и до сих пор не едет в бокс начал ночь мостык а вот вот Роман за 2 бокса а вот там ай ай вот она вот она так Игорь Пешкова она и Вадима и проходит да проходит Игорь Пешкова Вадима Время и тут ой контакт ну кто же так делает ой да по волне вступили и вот он Игорь Пешков вот он Роман Иванович и Роман Иванович между прочим впереди Роман Иванович впереди Игоря Пешкова конечно если бы не было разворотом он был бы позади потому что они вот и вот он Игорь ох Иван Игоров уже его проходит просто рвется Иван сегодня но пока ему не везет пока ему не везет уже прошел Игорь Пешкова может после контакта у него что-то сломалось и ну не может он пока быстро ехать им а Иван на свежий резин ну в принципе как и роман а вот Евгений Игорьенко до сих пор не был в боксах не веря как он сохранил свой хард и вот вот сейчас все вот Евгений в боксах и скорее всего он сейчас один кусок смотрим мы за Евгением поглядаем за вашим пидстопом в конце у него пид как быстро 4 секунды я насчитал надевает Евгений СОВ на 19 круге и 26 кругов это 27 кругов гонка скоро может уже закончится и он только один раз совершил пистол в этот раз уже Евгений он выпил совершенно другую тактику не всегда мы видели что Евгений выбрал хард в начале ну в смысле жесткую резину в начале я обычно сказал софты софты точнее быть мягких мягкую резину играл Евгений Игорь сейчас выбрал жесткую да Евгений говорит что на низу темп он не готовился практически в гонке и не в интервью но в неофициальном интервью где в итоге в итоге ее не выложили он сказал что он попробует рискнуть тактику и в итоге не будет сильно как бы сильно нужно быть агрессивным на трассе будет просто спокойно ехать и будь что будет вот как он вот сказал пока все складывается хорошо выбрав рискованную тактику это действительно рискован тактику он один единственный кто реализовал пока ее он был только один раз в приступах и сейчас он поедет очень быстро быстрее всех можно так сказать даже быстрее также на свежий день а вот Евгений у него она гораздо свежее он кстати второй ой 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 тут без заднего спорта романа тут так все хорошо складывалось так все хорошо складывалось для форсиндии и мог бы быть по воде он но к сожалению его скорее всего не будет за не спорта это не перене его меняет минуты две вывел создание перенес полях небольшой лакут в один уже ну вадиму сейчас конечно же огонь зла напарника продолжает ехать за пределами трассы с так к сожалению не повезло и в один бокс даже очень хорошая гонка для форсиндии перехитрил спидстопами может быть не во многом повезло то что иван получил проезд иван же развернул роман игорь пешкова может быть за это но по крайней мере он был бы он был бы очень иван и и вновь навязать навязать борьбу евгений югоренко который выиграл напомню из 8 на 7 издал так чтобы это количество не увеличилось но все таки по тактике может быть разворот все таки сказался на игре контакты с Вадимом и с Иваном предрешили историю этого гран-при но пока Евгений первый с стартикой 1 питстопа иван группа 2 питстопа будет ли он на третьем питстопе или нет форма на третьем питстопе но официально как бы он не официально как бы на плановых питстопах он был дважды а вот проезд был один раз и это считается официально считается питстопом так же пока него 3 питстопа и лепешкова также 2 питстопа сейчас немного я уточню даже где-то 3 да да 3 питстопа у игры пешкова но вот сейчас вряд ли по идее должно не быть сфткар посмотрим может таки решит я выпустил сфткар за андрея в традицию сфткар сфткар по 630 секунд от Ивана Егорова превратится просто в ноль сфткар 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 он будет сфткар сфткар уехать в принципе конечно Иван Егорова догонит весь пилит он догонит сфткар только тогда будет дан рестарт но пока он будет сфткар да он наоборот согреет резину а вот Евгений сейчас едет за сфткар и у него как раз она немножко так охлаждается причем он не делает движение влево право чтобы прогреть резину чтобы хотя бы немного сфткар слишком близко он был сохранить да резину сохранить температуру в резине давайте мы что-то пытаемся сделать посмотрим в общем посмотрим на сфткар меняется все просто отрыв просто напросто превращается в нуль невероятно как не кстати для этого сфткара ну все вот он между ними круговой сфткар ой ею ею смотри что делать оптиков то впервые выжbey я там уши ошибался еще и плюс выдавливал гонщиков Вадим Времель, скорее всего, или же Роман Изутов нет, вот он, Вадим, вот он Андрей, вот он Роман да, уже два часа за круг идет когда же Сутирар покинет, раз все-таки в 2-3 текаре, поедет гонщики когда Евгений говорит, а вот все-все, Евгений вот сейчас, Евгений отпускать и это очень сложно, вот резина, скорее всего, сейчас потеряет сыпные свойства надо было вначале тут же отпускать Сутирар, но Евгений говорит, что все-таки на задний прямой отпустить его и все-все, поехали гонщики Евгений сразу же начало атаковать, и Иван Гуров позади 25-й еще два круга, друзья, еще два круга у нас 25-й будет круг, они только начнут Иван Гуров уже проходит Ох, ё-моё, вот, а чё я говорю, Евгений все-таки не смог, да, правильно все-таки потерял свойства, вот здесь, вот прошел, прошел Иван Гуров, Евгений и Егоров, да невероятно там еще и, да что ж такое, все-таки не смог он оставить температуру в резине и в итоге пострадал да уж, а вот Иван Гуров, наоборот сохранил температуру, плюс прогрел еще пока загонялся в Тикаре невероятно, и тут, тут, смотрите-ка, уже Игорь, вот он Игорь, он был на ноги, да, позади мы видели И как уже, оооо, да все, нету, нету сцепного свойства у него, Игорь проходит Вон, как далеко уже Иван Гуров да, все-таки Севтикар не всех дождался и отправил гонщику в бой Владимир Времер и Андрей Накуров, все-таки не доехали, Роман, тут ошибка все-таки не доехали, да, со Севтикарем и тут ошибка и Андрей Накуров точнее, не конец ошибки да, сейчас Игорь Нечек будет пытаться как-то приблизиться к Ивану как это возможно, на изношенной резине остывшей резине, плюс у Ивана Гурова свежий прогретый комплект да, видимо, Евгений остудил свой комплект до низшей температуры очень жаль, очень жаль, что вот так все получилось но это доставило нам, Евгений, зрители, все-таки немного борьбы в конце гонки, вот он все последний кругом появился, который 2019 год и Евгений вновь может не выиграть второй раз после команды но опять-таки в девятый раз после команды ты можешь приехать на подиум 9 гонок на подиуме, это тоже очень хорошо это 211 очков будет у Евгения Егоренко в личном зачете и этот принцип переустраивает который был, конечно, может быть немного отстроен сейчас Евгений но вот он, Иван Егору дебютант с этого сполпозична и он сейчас выиграет гокерам при великобретании 2019 год, девятый там чемпионата мира первая гонка на нашем портале и это победа, да, все Иван Егоров побеждает Евгений Егоренко второй и третий Иван Пешков который все-таки все-таки смог приехать на подиуме несмотря на эти проблемы Вадим Времер четвертый пятый на Евгений Егоров шестой Роман Резутов вот так доезжает просто на вас на финише да, все, доехали все Роман все-таки набрал восемь очков А Евгений Егоров десяточков принесет команде Вадим Времер принесет аж двенадцать очков, то есть два очков после него набрал за один этап Иван Пешков уже да, был снистральник а вот тут пятачки крутит Иван Егоров Ну что ж, поздравляем Иваном все-таки он смог преодолеть Евгений Егоренко который выбрал очень хорошую тачку, которая сработала у него был суперский темп если бы не сфтик если бы не сфтик то выиграл бы скорее всего бы Евгений Егоренко и вам принесли либо вторую либо третью ну что ж, вот и подошла концу нашей трансляции сегодня к сажению я работал один без помощника на приемании в Хоккейнхаме мы уже будем вдвоем ну а сейчас уже конец, да, конец гонки все-таки, да, вот Виноков финишировал все, последний финиш последний гончик финишировал ну что ж, 20-го сентября то есть 12-го это будет уже десятый этап чемпионата Виноков, ведь 2012-го года увидимся в Германии на Хоккейнхаме на ринге где будет вновь парбай между Евгением Егоренко Иваном Егоровым и Игоревым пешком может быть добавится Александр Закеев который наверное получил урок со стороны Фера ну что ж ждем вас там через неделю увидимся на Викторе до свидания